Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятум или же Александр, а это мой новый друг по имени Дэдпул. И сегодня мы с вами продолжаем проводить различные эксперименты в игре под названием Blade & Sorcery VR. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите поддержать меня или Дэдпула, вы можете это сделать с помощью лайков, потому что ему сегодня придется не сладко, да, дружище? Сейчас я его заморозил, и, в общем-то, он как бы и живой вроде бы, но ничего делать не может, поэтому можно безнаказанно пытаться проверять его на прочность. Ну что, дружище, я слышал, что ты довольно-таки бессмертный, но что ты скажешь вот на это? Ну, блин, действительно, ему наплевать. Ха! Другой любой бы человек уже упал после такого удара молотком, но вот этот бродяга даже и не думает падать на землю, он, конечно, очень гордый. Мне нравится его маска. А! 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 Ладно, возьмем что-то более солидное. Меч, например. Нифига себе! Ты продолжаешь реагировать на меч, а вдруг он просто притворяется, и такой, типа, Саня, можешь меня бить, но в один момент я выйду просто из себя и ударю тебя в ответ. Ну куда ты отходишь? А? Не надо отходить, когда я хочу провести эксперимент. Мы же с тобой друзья, мы должны доверять друг другу. А как иначе может быть в этом жестоком мире? Ну-ка подстой, подожди. Друг, просто стой, просто я воткну этот меч тебе в лоб. И ему плевать, он действительно супер живучий. Конечно, не такой живучий, как Человек-паук, но довольно-таки живучий. Вы посмотрите на это безобразие. Просто меч в голове, как будто бы так и нужно. Ну-ка, дай-ка я его достану. А я могу крутить голову теперь с помощью меча. Не получается. Эй, дружище, отдай меч. Эээ, давай, вытаскивайся. Ладно, я с помощью руки его вытащу. Совсем другое дело. Постой. Ладно, хорошо, давай мы возьмем что-то... Ммм, упало, жаль. Что-то более современное. Например, вот такую киберпанк-катану. Возможно, она сможет тебя успокоить, и ты наконец-таки пойдешь на покой, дружище. Он даже ее не почувствовал. Он уворачивается! Какого хрена? Чел, как ты смеешь уворачиваться, когда я проверяю свою сабельку? Блин, она такая тяжелая. Попасть... Он специально встал к стене, чтобы я не мог попасть ему по шее. Че? Все, что ли? Это все, на что ты способен? Тоже мне Дэдпул, блин, называется. Вставай! Надо его поднять. Вставай, Дэдпул! Повиси немного еще, поживи их. Жаль, что с живым Дэдпулом нельзя проворачивать подобные трюки. Он просто будет убегать. Ладно, хорошо. Мертвый Дэдпул, это хорошо. Но еще лучше, это живой Дэдпул. Давайте попробуем с ним теперь сразиться. Ну, по-честному, потому что я вел себя, ну, грубо говоря, не культурно. Я взял нормального чувака, супергероя, хотя это сомнительно, и просто его заморозил. Начал над ним, ну, издеваться. Так, стоп, Дэдпул, вот он. Почему я не могу стартануть? Вот, Дэдпул. Все, совсем другое дело. Ну что, возьму одно из своих любимых оружий, обычный классический меч, а вот и этот засранец. Блин, он с двумя катанами. Мне страшно, не подходи ко мне! Жесть. Не подходи ко мне! Ха, ну он даже меня ни разу не ударил. Да подожди, он офигенно напирает на тебя. Мне бы второе оружие какое-нибудь. Я еле кое-как пытаюсь блокировать его удары. Да и он блокирует все удары. За счет своих двух катан, да блин, хватит запутывать мне меч. Не получается, друзья, ну вы сами видите, это просто безобразие. Ха, добил. Ну-ка я возьму твои катаны, дружище. Одну. И вторую. Интересно, будут ли еще Дэдпулы? Теперь я тоже Дэдпул. Ах, егеть, уже идет. Наверное, его катаны очень мощные, но держать одной рукой вот эти орудия тяжеловато. Они действительно тяжелые и скорее всего... Ай! Рассчитаны на две руки. Ой, на одну руку. Точнее, да, на две руки. Одна катана. Жесть, он крутится, вертится. Дружище, я бы хотел столкнуть тебя с Человеком-пауком и посмотреть, что из этого получилось бы. Жаль, у него нет никаких особенностей конкретных за счет бессмертия только. И если бы он использовал огнестрел, тоже было бы очень круто. Но он ничего не использует. И я кое-как его, конечно, побеждаю, но эти победы не совсем заслуженные. Ладно, где моя гипер... Катана? Да, погоди. Подходит в упор? Жесть, он очень больно бьет. Что я катану как-то странно держу. А где моя катана? Он дезинтегрировал мою катану! Попробуй дезинтегрировать это! Ха! Вот это поворот, такого он точно не ожидал. Дэдпул, говоришь, да? Кстати, он умудряется отбивать снаряда этого орудия. Я сделаю орудие еще более мощным. Стой, стой! Теперь он будет стрелять электричеством. Вот это я понимаю. Ну, а теперь дэдпулы мне не страшны. Ха-ха! Да, жаль, конечно, его нельзя разорвать на части. Это было бы довольно забавно. Но зато забавно смотреть, как его фигачат от тока. Тогда я сделаю так. Пушку назад. Стой! Стой! Абсолютная власть! Максимум силы, максимум электричества, дружище! Потанцуй немного. Как долго для меня? А? Сольное выступление дэдпула специально для нас, друзья. И как долго нужно его жарить, чтобы он наконец-таки поджарился? Блин, он даже так умудряется бить меня катанами. И, похоже, электрические разряды, сами по себе, они не наносят урона ему. Абсолютно. А я остался без оружия. Вообще без всякого. Не активизируйся, дэдпул. Я возьму вот эту штуку и... Ага, опять. Когда ты пытаешься в него что-то засунуть, оно просто исчезает. Вот такой дэдпул. Офигеть! Он меня убил! Он меня убил! Дэдпул хорош! Дэдпул мощный! Тут, без сомнений, он реально способен на сильные вещи. Чё-то как-то... Даже игра начала немного подлагивать после того, как... Фух! Ох уж эти дэдпулы, блин! Грузят систему! Люта! Так, а где у нас тут это что-то? Давайте посмотрим, чего я ещё сегодня такого интересного добавил в игру. Помимо дэдпулов. Давайте возьмём какое-нибудь оружие элементальное. У нас есть элемент воздуха и три элемента огня. Вот это офигеть! Вот она... Это элемент крови, наверное, да? Да, это кровавая секира. Но я не знаю, в чём её особенность. Да, она выглядит классно, но у неё же должен быть какой-то практический эффект. То есть, давайте проверим. Смотрите, я ещё кое-что добавил. Можно теперь противников вызывать. Берём вот такую штуку и, например, суммоним рыцаря. Бросаем сюда, и появляется рыцарь. И теперь попробую нанести один чёткий... Хм. Ну, он просто упал, да, так нечестно. Ну, я думал рубануть по шее как следует. Но, как мы видим, результата это никакого не дало. Ладно, возьму какого-нибудь врага попроще. Например, лучника. Кинем его сюда. И теперь возьмём оружие элементов. Например, вот этот молот. Хо! Блин, как его взять? Жесть, у меня кровь течёт. Он завёлся, смотрите-ка. Э, куда собрался, скотина? У меня заработало оружие крови. Не, а почему я беру его так близко к основанию? И как им... Чё происходит? Это оружие явно глючит. Его нужно одной рукой использовать. Вы видите, чё происходит? Вот так. И теперь можно... Вот так. Ну, и пытаться атаковать. Только я не знаю, насколько это будет эффективно. Попробую сейчас кого-то вызвать. Ну, из него течёт кровь. А, я понял, как заводить оружие, походу. Смотрите, я беру топор. И вы видели, да, что произошло? Я просто как-то поранил себя, и из него полилась кровь. Теперь это оружие работает. Ладно, я возьму каких-нибудь врагов. Например, это будет волна гладиаторов. И посмотрим... Получится ли что-то сделать. Ну, давай, допустим. Вот он работает. Просто уронил его. Даже толком не атаковав. Не, мне не нравится это оружие. Оно какое-то странное. От одного прикосновения враги просто падают. Блин, их очень много. Отдай топор. Отдай топор мне. Мой топор отдай. Ладно, я возьму другой топор. А хотя, чуваки, я сейчас с вами кое-что сделаю. Остановитесь. Остановились? Вот теперь стойте здесь и не думайте убегать никуда. Ой. Так, давайте испробуем другое кровавое оружие. Например, вот этот меч. Но по логике вещей... Куда вы разбегаетесь-то? Он должен напитываться как-то кровью. И начинать работать. Но никакого эффекта. Я что-то не понимаю. С этим мечом не так. А если его взять тут и попытаться порезать себя? Я не знаю. В ногу не вонзается. Может, в руку? Не-а. У меня бронированные руки. Не получается. Тогда вызовем врагов. В этот раз они точно будут стоять. Я заставлю их стоять. Сумон. Так, бандит. Обычный бандит. Стоять здесь. Проверим. У него кожаная броня. Скотина. Как ты смеешь кожаную... Чё? Я чё, из него всю кровь высосал, может быть? Может быть, этот меч действительно высасывает кровь? Или что-то в этом духе? Ну-ка, давай проверим. Выглядит он, конечно, фантастически. Мне очень нравится. Но его свойства охота понять, дружище. Я просто дотронусь до тебя вот так, да? Ну, он сам по себе очень мощный. Стоит только дотронуться до противника. Например, до ноги. И он практически сразу падает. А если ещё и в голову ткнуть? Так вообще. Ладно. А можно ли этим мечом... Отрубить конечность? Насколько он мощен в этом плане? Упал. Не вздумай. Да, он ланшотает. Он просто высасывает кровь. Я думаю. Враги вообще редко ваншотаются. Особенно, когда ты атакуешь им в тело или в ногу. А этим мечом стоит один раз попасть. Что это у меня такое? Вот сюда, например. Ага. И человек сразу падает. Воу. А если двумя руками его взять? Отдохни. Хотя от маленького пореза враг не умирает. Ах, ах ты, ничего себе. Или умирает всё-таки. Ладно, остановим эту волну. Я хочу всё-таки попробовать кое-чё другое. Так, смотрите, друзья. Помимо того, что я могу вызывать Дэдпула и с ним драться, я же и сам могу стать Дэдпулом. Как вам такое, а? Ха. Ручной Дэдпул. И... Ха-ха. Я теперь тоже Дэдпул. Почему у меня такие маленькие ручки нелепые? Э... И кинжал, получается... Я так и реально буду кинжалом пользоваться? А какие свойства у Дэдпула? Ну, давайте проверим. Допустим, я возьму какое-нибудь оружие, я не знаю. Что-то... Что-то, что-то, что-то из новенького. Футуристичное. Да, например, вот такой меч. Ох ты, нихрега себе. Смотрится офигенно, но не в руках Дэдпула. Вы что это такое удумали? Как этим пользоваться? Да, есть какие-то засечки, но ёлки-метёлки Друг У меня даже рука время от времени исчезает Куда собрался? Так Не, вот мне не нравится, что Плохо реализован Именно аватар на игроке Очень плохо Хотя, погодите, я понял, по-моему, в чём дело Я просто У меня суперсильные удары стали Реально суперсильные Так, чел, ты встаёшь? Не вставай Не вста... А, встают Получика в лоб Блин, убегает Нифига, рванул! Ха-ха, вот это да В бороду получил Нормально, теперь будет отдыхать, держать Ты чё? У меня руки Дэдпула Ты что, не понимаешь, о чём идёт речь? Просто удар в лоб его ликвидирует навсегда Либо я оглушаю врага Смотрите, что у него с лицом Просто мясо Да, мощные руки Дэдпула Но сам аватар мне, конечно, не нравится Хотя, может быть, на самом деле Всё дело не в... Так, возьму эту штуку Может быть, всё дело не в руках Дэдпула У меня такие же мощные руки Стой Стой, 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 стой Не, у меня не такие мощные руки Я тоже могу бить, в принципе, по лицу Но... Такого эффекта, как от Дэдпула Нет Или есть Ха-ха, я не знаю Но у него уже было побито лицо Маленько Так что, наверное, можно сказать, что Эффект всё-таки Нет такой Футуристичное оружие Давайте попробуем что-нибудь вот такое Ну, неплохо Неплохо Люблю огнестрел Умеешь отбивать патроны? А ты умеешь? Ха Не умеют Не все, по крайней мере, умеют Такс Можно в лоб ему попадать И всё будет хорошо Давай Блин, выпустили бы на меня сейчас сразу 10 врагов одновременно Вот тогда было бы интересно Одновременно и с этой штукой Слушайте А это самый мощный огнестрел, который мне попадался вообще в игре Он реально оставляет, ну, дырки Дырки, самые настоящие дырки И с этим никак не поспоришь Так, ладненько Давайте-ка мы ещё что-нибудь, друзья, с вами попробуем из нового оружия Например, вот такая штука Это что ещё такое? Это щит Блин, если бы он как-то... А что это такое? Это как вообще понимать? Какой-то энергетический щит А его так нужно держать или как? Ну и к нему я возьму вот такую штуку Это что? Очень странный топор Не самый красивый, должен признать Выкинем его, пожалуй, в сторону Пушку я вам уже показывал А вот это интересно А, ну это практически такая же пушка Только немного другая Её можно держать двумя руками Слишком мощное оружие, чтобы использовать его в игре Слишком мощное Так что можно на Викенштейн его отправить А вот со щитом бы я побегал Ну, конечно, вот так его держать Это такое себе удовольствие Ну давай, допустим Допустим, я взял щит И я взял Это что, прикольно С каким-то конденсатором внутри ножек Такого я ещё не видел Но со щитом нужно использовать нож подлиннее, очевидно. Оружие элементарии мы пробовали. Что-то я еще новенькое добавлял. Тактическое может что-то использовать. Ну, допустим, я не знаю. Ну, допустим, давай вот этот меч, плюс вот этот щит. Меч, конечно, короткий, но не страшно. Погнали. Может быть, за счет того, что щит имеет энергетическое поле, если ему ударить кому-то в лицо, враг оттолкнется. Не-а, не особо. Зато можно его повернуть вот так, горизонтально, и блокировать все удары. Давай, подойди. Даже у римского легиона была не такая защита, как у меня идеальная. Вот, пока если они сзади обойдут, конечно... Я выронил щит, он исчез. Ха-ха, и блин. Ты забрал мой щит, или ты забрал мой щит? Они не умирают после удара в голову мечом? Ты чё? Правильно, правильно, мужик! Добивай своих же! Правильно всё делаешь! Давай, иди сюда! Во! Ча! Так, ладненько, останавливаем. Хочу проверить другое. Погодите, мужики. Всё, остановились? Извините, ну так уж вышло. Такие правила игры. Кто останавливается, тот получает дубиной по голове. С этим уж ничего не поделаешь, и ничего не поделаешь. Ты куда собрался? Ты куда собрался? А ну остановись, ну пожалуй... Блин, скотина, удрал. Ну офигеть, как они смеют, блин, убегать, когда с ними идёт разговор? Топор, причём очень несерьёзный. Так, топорик. Хочу всё-таки сразиться по-честному с Дэдпулом, друзья. Без замедлений, без каких-либо таких вещей. Давайте вызовем Дэдпула. Возьмём топор. И как обычно смертный, я буду пытаться его валить. Кто знает, что из этого получится. Господин Дэдпул. Блин, я сразу замедление по инерции включаю. Блин, что-то я делаю не так в этой жизни явно. Я порублю тебя, друг. Топор всё-таки мощное оружие. Одним ударом, как в Mortal Kombat, блин. Как в детстве. Не подходи ко мне. Главное не подпускать его. Жесть, из чего ты сделан? Засранец, из чего ты сделан? Из какого такого металла? Из чего вообще? Как бы ты его не месил? Как бы ты его не пытался нагнуть? Он не нагибается. Жесть. Топор не действует. Ой, он застрял во мне. Чё, застрял во мне, да? Просто... Я убегаю. Зацепился, зацепился. Становись, остановись. Всё, я остановил тебя, дружище. Дай я попью зелье лечения. И, возможно, мы с тобой что-то ещё сделаем. О, интересно. А если взять зелье лечения и... Можно ударить им. Ну, это не суперэффективно. Давайте подберём что-то более интересное. Лук. Воздуха. Я пробовал, друзья, использовать. Но проблема в том, что этот лук... Он багает игру. У тебя просто исчезают руки по какой-то причине неведомой. Это факт. Так. Необычный ножик. Ну... Да, он вылазит, посмотрите. Я даже ничего не делаю. Он сейчас будет вылазить. Я клянусь, ничего не делаю. У него организм отторгает инородные объекты. В этом сила Дэдпула. Можно вонзать в него больше. Оба-на, смотрите, разлилось зелье. Вонзать в него больше мечей, больше ножей. И всё равно оно всё будет вылазить из него. Так же нечестно. Так, из футуристичного. Что бы ещё вам такого, друзья... Ножик. Тоже какой-то, блин, ножик полус... Световой меч. Визуально полу-нож. Ой. Ой. Блин, чё, ну я этого не хотел. У него, кстати... Он всё-таки от меня удрал. Он умудрился от меня удрать. Даже в таком состоянии. И даже будучи полу-живым... Он просто удрал от меня. Я никак не доберусь до него. Блин, вот эти Дэдпулы, конечно... С ними шутки плохи. Они то и дело пытаются тебя как-то обмануть. Как-то тебя обхитрить и что-то выдумать. Такие вот друзья дела. Эти Дэдпулы... Ух, они Дэдпулы. Ну и, наверное, на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Вроде я вам показал абсолютно всё, что хотел сегодня показать. Все мечи новые, всё оружие Дэдпулов. Ну и пока на этом всё. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Удачи и пока. Счастья вам, друзья. И вон тому Дэдпулу, который думает, что у него всё хорошо. Но я до тебя ещё доберусь. Маленький красный человечек, я иду за тобой! Субтитры сделал DimaTorzok